Здравствуйте! Меня зовут Валерий Зейстинов. Когда-то вы видели меня на голубых экранах телевизора, но прошло уже 25 лет. Я работал в разных местах, встречался с разными людьми. И хочу, чтобы вы познакомились еще с одним из них. Это Владимир Попов, депутат Алтайского правилозаконодательного собрания. Мы к вам! Мы к вам! Владимир Александрович, добрый день! Добрый день! Гражданскую позицию, которая потом послужит вам избрать человека, с которого можно будет спросить. И молодежь-то хочет развиваться на 10 шагов впереди себя, потому что они умные, грамотные. И они сегодня действительно инициативные. А куда они свою инициативу могут деть? Ну, ее пока некуда деть. И она остается только у них. Все же мы понимаем, что каждый успешный человек, заметный человек, он в обществе или очень хороший, или очень плохой. А не просто, что мы избрали, он уехал в Госдуму и до него не достучаться. А потом, когда вдруг Михаил объявил, что он пойдет в губернатор, и вот часть этих людей, они начали ему не то, что его надо брать и поддерживать, они ему начали говорить, там, а вдруг ты вот там не сможешь, а вдруг ты не сможешь, там. Это светлая душа, которая по фамилии Евдокимов, она как раз говорила о том, что надо идти к землякам, надо помогать, надо что-то делать. Суриков был, да, это такой, в общем-то, губернатор, ну, так скажем, это последний монолит, который был. Ну, он мощный был, ну, и что говорите, достаточно с большим опытом в работе в сельском хозяйстве, в строительстве, он технически самый грамотный человек. В то же время тут же Назарчук, да, тут тоже сельскохозяйственник и прочее. И вот приходит Михаил Евдокимов, который вот своей доброй душой, своей землячеством стоит вот такой вот... Хочется объять необъятно. Да, хочется объять необъятно и верить в то, что вокруг его все порядочные, все вот готовы ему подставить плечо. Во всяком случае, Михаил меня пригласил в Москву, вот, и оттуда уже я прилетел в вице-губернатором по сельскому хозяйству. Вот, я прекрасно понимал, что команда, которая существовала, да, она не дееспособна уже командой там. Я поставил, ну, с Михаилом договорились о ряде кадровых перестановок, потому что сразу несколько человек ушло, когда я пришел. Но, тем не менее, это не помогло, потому что сильно было уже поздновато. Я просто хочу добавить, вот, когда вот такой разговор у нас с ним состоялся, мы были в Смоленском районе с ним сидели, он говорит, вот, представляешь, вот, насколько я верил этим людям, да, и вот теперь я как-то вот, вот у меня какая-то пустота. Все было очень просто. Приезжает Александр Богданович, собирает нас всех у себя в кабинете и говорит, все должны написать заявление и уволят. Нельзя жить в обществе, да, когда в этом обществе есть люди, которые плохо живут. Вот этого. Несчастливо, я бы сказал. Ну, да, вот этого допускать нельзя. Если мы будем направлять именно вот на это, да, тогда, наверное, общество будет по-другому развиваться. Продолжение следует... Продолжение следует...